В частности, через меня прошло достаточно много, порядка, наверное, уже больше сотни человек, которым я помогал создавать кейсы. Хочу сказать сразу, мы кейсы пишем совсем не так, как это делают многие адвокаты, которые предлагают услуги вот в этом направлении. То есть мы создаем кейсы немножечко по-другому. Как правило, мне попадались, кстати, кейсы, когда созданы вот этими вот хваленными адвокатами, их было несколько. И что интересно, я вот просто увидел несколько шаблонов. Они сделаны по шаблону. Несколько шаблонов есть. И практически у всех, у тех, кто, ну те кейсы, которые я видел, они повторяют один другой. Вот просто приходит человек, меняет там имена, может быть, меняют там какие-то там даты. А кейсы стандартные. И что еще характерно, в этих кейсах, которые создаются с помощью вот этих, так сказать, помощников, все сказано, все события описаны общими фразами. Очень мало конкретики, на которые обращают внимание миграционные офицеры. Ну, сами понимаете, что если человек участвовал в каком-то событии, если у человека, ну если у него были конфликты с властями, или у него были преследования, вот, он помнит все эти события в деталях, в подробностях. Могут, конечно, там что-то где-то как-то забыться, но это маленькие незначимые вещи. Вот, но основные моменты и подробности, они остаются у людей в памяти. И когда человек рассказывает на интервью, рассказывает в кейсе, рассказывает на интервью с подробностями, то, что с ним происходило, вот тогда, значит, это, ну, априори вызывает доверие. А американские миграционные офицеры имеют большие полномочия. На самом деле, они могут принять решение о допуске в страну, там, и потом на суде, судья принимает решение о присвоении статуса беженца на основании своего личного убеждения. Зачастую может быть такое, что даже доказательств никаких не потребуется. Вот, если человек вызывает доверие, если человек на интервью вызывает доверие и рассказывает свою историю убедительно. Вот, и вот мы, в отличие от, ну, скажем так, некоторых других, мы каждую историю делаем индивидуально. И это, не подумайте, что мы вот берем и делаем вам кейс. Нет, ни в коем случае. Создание кейса – это совместная работа. Вот, в первую очередь, кейс этот ваш, и жизнь, и история – это ваша. Поэтому в основе кейса лежат события вашей жизни, ваши рассказы, ваши воспоминания. Мы, ну, по большому счету, наша задача, вот, как я вижу, просто грамотно, правильно изложить то, что вы расскажете. Рассказать, изложить это так, чтобы это было доступно и понятно для американцев. Но события жизни, все то, что там рассказывается, это ваше. И для того, чтобы кейс был правдивый, убедительный, вот, мы должны работать вместе. И для создания кейса, на создании кейса, у нас, ну, для помощи в создании кейса, у нас работает несколько человек. То есть, изначально, первоначально человек, который хочет совершить эмиграцию, он общается с нашим психологом. Тот выявляет какие-то моменты, которые могут быть значимы. Ну, он использует некоторые психологические методики, которые помогают вспомнить, вспомнить нужные события. Потом человек работает с нашим профессиональным интервьюером. Этот специально обученный интервьюер задает вопросы, обращая внимание именно на моменты для кейса выигрышные. То бишь, ну, как вы знаете, ответ, любой, вернее, вопрос, содержит в себе 80% ответа. Вот есть такая пословица. Вот наш интервьюер, который этим занимается, наш интервьюер, она владеет этими методиками. То есть, она в вопросах, которые задает вам, она сразу же дает направление вашим мыслям. Потом на создании кейса работает еще один человек. Он тоже психолог, но немножечко другого направления. Он помогает как бы заново пережить эти события, которые вы вспомнили. Вот эти эпизоды, которые будут включены в кейс. Он помогает вам заново их пережить, вспомнить. И они у вас в памяти свежи. Они становятся свежими, как будто недавно пережитыми. Это тоже специальные методики. Вообще-то я не вкапывался никогда в подробности, как психологи это делают. Но, тем не менее, такое есть. И я видел, я общался с людьми, которые вот только-только начали рассказывать свою историю. И после того, как они поработают с нашими вот этими специалистами, дает эффект. Это очень хороший эффект дает. То есть, люди начинают гораздо больше вспоминать и обращать внимание на нужные, значимые вещи. Поэтому в итоге, ну и самый последний этап. Но, естественно, значит, это литературное, нормальное, простое, хорошее изложение. Нормальным языком, чтобы это было понятно. Зачастую просто у людей есть ступоры, стопоры. Они рассказывают так, что понятно им самим. Но когда читает это кто-то другой, возникает вопрос. И я сам много раз сталкивался с тем, что мне приходит интервью, скажем так. Особенно поначалу это было, когда вот только нарабатывался опыт, когда у нас еще специалисты не были такими сильными. То есть, вот приходит интервью, я читаю и не всегда понимаю, что хотел сказать человек. Ну, особенность такая вот у людей бывает. Вот сейчас мы такого уже не допускаем. Сейчас наши специалисты все свое дело знают. Вот. И последний этап создания кейса, это вот то, что вы вспомнили с помощью наших людей. Вот. Это излагается таким языком, чтобы это было понятно и доступно тому, кто это прочтет. Причем стараемся в кейсы не включать какие-то малозначимые события, малозначимые эпизоды. Вот. Проводим отбор по эпизодам, которые наиболее серьезные. Делается это даже просто ради того, чтобы не загружать излишней информации тех американцев, тех американских офицеров, которые будут с вами работать. Многие вещи, которые, многие события, которые, ну, понятны, значимы, там, для наших людей. Ну, нашими, я считаю, и россиян, и киргызов, и узбеков, и таджиков, потому что мы все жили в одной стране. И все мы очень похожи, на самом деле, по менталитету. Вот. То бишь, я вот, ну, себя считаю, как бы, вот, человеком одной с вами национальности. Вот. А немножечко не то с американцами. У них другая культура. И эта культура, она развивалась совершенно независимо. Они не жили с нами в одной стране. Вот. Поэтому многие события, которые произошли с вами, которые понятны мне, понятны вам, понятны с полуслова, для них требуют расшифровки. Вот. Чтобы не загружать их, вот, чтобы не заставлять их вкапываться и искать какую-то дополнительную информацию, которая им совершенно чужда, не близка. Вот. Не стоит грузить мелочами. Я всегда призываю наших людей поступать так. Отбираем наиболее значимые, наиболее серьезные эпизоды. Хорошо, грамотно их излагаем, подтверждаем события, которые там происходят, ссылками на публикации. Ну, это делается для чего? Для того, чтобы вы всегда могли сказать американцам, что ваш случай с вами не единичный. Как правило, случаи-то, они хоть и у каждого индивидуальные, но, тем не менее, в общем-то, они в системе. Если в ваших странах существуют преследования, а они существуют, то преследования эти касаются не только вас. И часто это попадает в прессу. Особенно, скажем, ресурсы, которые аффилированы с западно-демократическими странами. Вот. Продолжение следует...